Да, глаза немножко опухшие после бесценной ночи, но я знаю того, чьи глаза в априори не могут быть опухшими. Такая только моя птенция. Какой сюрприз! Наши всеми любимые продавцы с Алиэкспресс сделали огромный скачок в эволюции. Эволюция обмана. Настолько огромная, что все это даже не войдет в один выпуск. Вот что бывает, если ты купил палатку онлайн. Честно, я до сих пор не понимаю, как он вообще влез туда. Также на просторах Алиэкспресс вы можете найти вот этот замечательный, прекрасный набор для маникюра. Понадобится он вам в том случае, я думаю, если у вас ногти как у тролля. Тролли. Подарил бы этот наборчик некоторым троллям в моих комментариях. Я вот не знаю, что эпичнее. Сделать татуировку с ошибкой или перепутать название целого континента. Ведь любой дурак знает, что это Антарктида. Ладно, я шучу, я знаю, что это Африка. Надеюсь, вы тоже там все знаете. Это Африка, это не Азия. Сколько там континентов-то вообще? Шесть? Наверное, большинство из вас уже знают, ну, по крайней мере, те, кто пасут Алиэкспресс, то, что 11 ноября там будет гигантская распродажа. Скидки будут доходить до 50%. Но я вам сразу скажу, не стоит недооценивать хитрость продавцов на Алиэкспресс. Что они делают до распродажи? За 3-4 дня до распродажи они поднимают цену в два раза, а в день распродажи скидывают ее обратно пополам. В таком случае для нас получается, что реально скидка 50%? Но по факту никакой скидки нет. Но на этом моменте появляется спаситель Амитэш. Я знаю, как можно обойти обман продавцов на Алиэкспресс. Для этого разработано специальное приложение АлиРадар, после установки которого вы сможете четко увидеть, как и когда повышалась или понижалась цена определенного продукта. А также вы можете увидеть рейтинг продавца и понять, стоит ли ему доверять. Вот, ага, видите? Этот продавец постоянно опускает и поднимает цену. Вот так, например, выглядит хороший пример. Этот продавец не поднимает цену. И у этого продавца цена тоже стабильная. Поэтому, ребята, чтобы вы не были облапошены продавцами очередной раз, устанавливайте на свой компьютер приложение АлиРадар. Ссылку я оставил внизу в описании. С любовью и заботой о вас. А бывает так, что ты покупаешь лосины с котом, и его лицо выглядит немножко не так. Но вообще-то я вам сейчас тут скажу. Кот не обязан оправдывать ваши ожидания. Вот этот кот очень забавный. Может, и девушка осталась без купальника, зато купальник теперь есть у кота. Но я точно знаю, что может оправдать ваши ожидания. Это китайская игрушка Ждун. Ну, типа, ожидания и Ждун. И, понимаете, да. Эй, Цауминь. Нынче очень модно пиариться тем, что ты делаешь что-то хорошее. Давай сделаем свою экологические компания. Наша компания делает не только качественные веси, но мы еще и боремся за огрязнением экологии, используя мусор как фотор сырье. Интернет-магазин Алиэкспресса. Это делай мир циси. И вот это вот просто жесть. Это просто уже перебор. Набить грушу мусором, это ужасно. Это, ребята, ужасно. Сделай чехол из картонной коробки от зубной пасты колгейт. Или что там? Да, колгейт. У меня, честно, других слов нет. Это просто жесть. Эти ребята реально эволюционируют в своих изобретениях, но, к сожалению, не в лучшую сторону. Эй, Цауминь, скажи торец это. Торец это, босс. Да просто торец это. Торец это. Съезд носки танкиста. Эй, Цауминь, сколько будет 2 плюс 2? Получится 5, босс. Неправильно считающий калькулятор. Я почему-то думал, калькулятор был запретен еще лет 70 назад. И что везде штампуют одну и ту же микросхемку, одну и ту же модель. Но, видимо, ребята с Аликой решили пойти своим путем. И они создали свой калькулятор. Где-то, кстати, видел, ходила такая тема, что 2 плюс 2 на самом деле может быть 5. Может быть, эти ребята просто познали истину. Адидос. Я, ребята, отучился в институте туризма. И, к счастью, за 5 лет я все-таки приобрел хоть какие-то маленькие знания. И давайте я сейчас расскажу, почему все-таки Абибас, Адибас и Адидос мы встречаем на своих рынках. В бизнесе в Китае заведено так, что если ты хочешь сделать по-настоящему что-то стоящее, тебе нужно сначала повторить что-то стоящее, что уже было создано. Но поскольку делать полную копию бренда нелегально, они стараются повторить бренд максимально сильно, но с маленькими изменениями. Например, изменением одной буквы или двух букв. Тем самым они создают свой такой маленький отстойный мини-бренд. Но по большей части они просто набивают руку. И мы ржем над тем, что у нас продаются Абибасы. Ребята, подождите, подождите, не уходите. На моем канале очередной раз произошла авария. Мой предыдущий ролик снова был забанен Ютубом. Как раз таки все первые сутки, которые он должен был рекомендоваться и собирать максимум просмотров. Это опять произошло по ошибке. После повторной проверки его разбанили. Но просмотров он тоже не собрал. На Ютубе сейчас мало быть креативным, новым, актуальным. Так еще и помимо всего этого нужно бороться с этой ужасной, тупой автоматической системой блокировки. При том, что я вообще самый безобидный канал. Поэтому если Ютуб не порекомендовал мой ролик, я буду сам его рекомендовать. Ребята, вот честно, это получился очень классный космический ролик. Я в нем показал реально интересный взрывающий мозг штуки. Поэтому, пожалуйста, давайте посмотрим его все вместе. Надеюсь, когда-нибудь эта проблема с блокировкой закончится. А пока что я хочу просто выпускать ролики, чтобы вы хотя бы их видели. И на этом грустном моменте моя работа закончена.